ДОКТОР МАРКУС Взаимно. Если вы не против, то я задам вам несколько вопросов. Конечно. Где вы родились? В Нью-Касле. Понятно. Год рождения? 1973. Хорошо, спасибо за ответ. Сейчас я задам вам несколько простых вопросов. Это будет близопрос. Отвечайте первое, что придёт на ум. Ваш любимый цвет? Синий. Любимый ресторан? Китайский ресторанчик в нескольких кварталах от дома. У вас когда-нибудь были домашние животные? Кошка. О, ну что ж. Кажется, на этом Блицопрос закончен. Готов поклясться, что у меня были ещё вопросы. Да. Мы все иногда забываем о чём-то. Безусловно. Джо, буду с вами откровенен. Вы обладаете весьма любопытной способностью. Похоже, что вам невозможно нанести физический вред. Проще говоря, вас нельзя убить. Да, я знаю. Не могли бы вы рассказать поподробнее? Я не хочу говорить об этом. Понимаю. Если не хотите, можете не рассказывать. О, кажется, у меня кровь носом пошла. Я скоро вернусь. Обычно у меня такого не происходит. Ничего. Воздух должно быть сегодня слишком сухой. Несомненно. Полагаю, это всё, что мы хотели узнать от вас сегодня. Хотите добавить что-нибудь? Нет, ничего. Хорошо. Что ж, благодарю за уделённое время. Незаметный. Персонал фонда второго уровня, пожалуйста, проследуйте в зал 7 для брифинга. Напоминаем сотрудникам фонда, что все беседы должны записываться. Если возникли технические трудности, то, пожалуйста, обратитесь в отдел документации, чтобы оставить заявку на устранение технических неполадок. Добрый день. Прошу прощения, что заставил вас так долго ждать. Были срочные дела. Итак, давайте начнём. Меня зовут доктор Маркус. А вас? Джо. Приятно познакомиться с вами, Джо. Если вы не против, то я задам вам несколько вопросов. Конечно. Где вы родились? Родился, да? Знаете, я как-то не думал об этом. Все факты сливаются воедино. Понятно. Год рождения? Даже если бы я сказал, вам нет дела. Что бы я ни говорил, люди не замечают меня. Хорошо, спасибо за ответ. Видите? Вот и думай. Сейчас я задам вам несколько простых вопросов. Это будет Блицопрос. Отвечайте первое, что придёт на ум. Ваш любимый цвет. Хм. 23. Любимый ресторан. Ближайшая химчистка. У вас когда-нибудь были домашние животные? Да. Шестиметровый велоцираптор по кличке Билл. Понятно. А какой... Ну всё. Хватит. О. Ну что ж. Кажется, на этом Блицопрос закончен. Готов поклясться, что у меня были ещё вопросы. Хм. Память – ненадёжная штука, правда? Безусловно. Знаете, что хуже всего? Мне одиноко. Что бы я ни сказал, ни сделал, ни захотел, все ведут себя, будто меня нет. И поэтому я каждый день разговариваю сам с собой. И всё из-за какой-то... Врождённой способности. Джо, буду с вами откровенен. Вы обладаете весьма любопытной способностью. Похоже, что вам невозможно нанести физический вред. Проще говоря, вас нельзя убить. Да вы наблюдательны. Не зря вы работаете здесь. Не могли бы вы рассказать поподробнее? Слушайте, если бы я знал, я бы сам себя убил. Вы уж поверьте, я пытался и не раз. Никто в этом мире не понимает, какую боль я испытываю. Я хожу, разговариваю с людьми, машу перед ними руками, толкаю их, а они ведут себя, как ни в чём не бывало. И представьте, я могу сказать вам что угодно, могу угрожать вам, оскорблять вас, и ничего не будет. Я мог бы уйти отсюда прямо сейчас, посреди разговора, взять у охранника пистолет и застрелиться. И ничего бы не произошло. Понимаю. Если не хотите, можете не рассказывать. Как думаете, каково это? Что бы ты ни делал, всё неважно. Можно делать что угодно, и никто не заметит. Я каждую ночь ложусь спать, надеясь, что кто-нибудь посмотрит мне в глаза и скажет, о, привет, я тебя помню. Но потом я просыпаюсь, всё на той же пустой планете. Посмотрите на меня. Посмотрите! О, кажется, у меня кровь носом пошла. Я скоро вернусь. Чёрт! Прошу прощения. Обычно у меня такого не происходит. Простите, что ударил вас. Зря это я. Вы ничего не сделали. Вы ни в чём не виноваты. Всё, что мне нужно, это кто-нибудь. Друг. Хоть знакомый. Несомненно. Полагаю, это всё, что мы хотели узнать от вас сегодня. Хотите добавить что-нибудь? Когда придёте домой к своим родным, жене, детям, кому, кому угодно, скажите им, что вы их любите. Скажите, что они вам не безразличны. Потому что они вас услышат. Хорошо. Что ж, благодарю за уделённое время. Как обычно, наши сотрудники проводят вас обратно в вашу комнату. Они должны быть здесь через секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Переведено и озвучено Диафильм Студио Перевёл Юрий Аркалов Роли озвучили Андрей Бахтин Елена Лунина И Михаил Полежаев Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова